Ну что же, дорогие друзья, подписчики, вот с вами снова Алекс Ветер. И в этот раз это путешествие на круизе МСС Мировиглия по Среднеземному морю. Я очень долго ждал этого круиза, даже два раза отменял билеты, но тем не менее, по всем законам физики, на третий раз все получилось. И вот он стоит, этот огромный дворец круизный, на котором целую неделю буду расслабляться, купаться, кушать вкусно. И, в общем, кайфовать по полной программе. Субтитры сделал DimaTorzok Все так светится, все так сверкает. Я поднимаюсь по лестнице Сваровски. Пока сейчас людей немного, я решил поснимать немножко променад этого корабля. Здорово, Алекс. Здорово, Алекс. Здорово, здорово. вот это каюта с видом на море конечно не балкон но все-таки неплохо вот мы отправились наконец на путешествие 10 часов вечера и корабль отчалил из пальма-де-майорка барселона встретила 30 градусной жарой буквально в пяти минутах от терминала куда приходит шаттл пасс находится памятник знаменитому путешественнику открывателя америки христофу рукаву есть много разных способов посмотреть барселону за один день есть один довольно быстрый и я довольно часто его практикую это скутеры ну почти очень здорово что в барселоне есть очень много велосипедных дорожек у которых есть собственное регулирование движения площадь каталонии никогда очень маленькая площадь где собирались жители города чтобы встретиться с эти дела теперь это стало одна из самых основных площадей барселоны и она почти полностью вымощена из гранита здесь сходится большинство улиц города но я про себя назвал это площадь глубинную посмотрите вот на вот это этим глубинам всегда есть что поесть побывать барселоне и не видеть храм святого семейства это просто грех это визитная карточка барселоны и не побывать здесь просто нельзя поэтому грехом заниматься не хочу вот он красавец сзади меня представляете строительство идет уже 150 лет и самый прикол предполагаемой даты завершения является 2026 год так что совсем скоро нас ждет историческое событие такие вот узкие улицы барселоны напоминают ущелье ширина этой улице примерно метра два от силы но чуть больше здесь прохладненько барселоне очень много круизных кораблей не выстрелить такую красивую линию в Канах видимо не оказалось места для того чтобы пришвартоваться поэтому сегодня нас забирают такие вот небольшие кораблики и прямо сзади меня находится знаменитый дворец фестивалей по сути ничем не примечательное здание но именно здесь проходит ежегодный Каннский кинофестиваль где награждаются лучшие фильмы года среди всех которые здесь участвовали был и Никита Милоков здравствуйте ребятки который получил здесь гран-при в 94 году за свой фильм утомленные солнцем местная аллея звезд на ладзурном берегу практически все пляжи платные или частные и нужно определенную сумму чтобы туда попасть но есть пляж который практически находится недалеко от центра называется пляж Масе где-то в трех минутах от дворца фестивалей он бесплатный на нем можно купаться сколько влезет он там сзади планет пировик где стоит конечно же за пять часов весь Кант не просмотреть но вот точно успеете увидеть древнюю крепость Деля Кастер которая была построена еще в 7 веке нашей эры на самой вершине крепости стоит церковь богоматери надежды которая считается самой старинной и самой прекрасной в городе очень интересная здесь атмосфера какие-то средние века чувствуется крепость камни а люди в современных одежды вот так вот здесь внутри Гена родина Христофора Колумба итальянского футбола и джинсов кстати вон самый старый маяк в мире ему 894 года город Генуя находится на севере Италии и считается одним из самых красивых в этой стране первое поселение появилось здесь аж до возникновения Римской империи более 500 лет до нашей эры на протяжении всей истории город пережил упадки и взлеты пока не стал таким каким мы знаем его сегодня и вот я нахожусь на площади Феррари которая не имеет никакого отношения к знаменитой марке автомобилей а названа она в честь местного герцога которого была также фамилия Феррари Небольшое двухэтажное строение сзади меня это дом Христофора Колумба точнее его реплика потому что его дом был разрушен очень много столетий назад а этот дом был перестроен в 18 веке внизу была мастерская а наверху были спальные помещения табличка с надписью на фасаде дома гласит ни один дом не заслуживает большего внимания чем тот в котором Христофор Колумб провел юность конечно у разных людей разные предпочтения и многие любят гулять по достопримечательностям снимать храмы но блок этот в принципе для всех людей которые например любят поваляться на пляжах эти люди едут север для того чтобы позагорать и покупаться в море и этот пункт Ла Специя прекрасна для этого возможность потому что можно объехать буквально за 30 км от Ла Специи в местечко под названием Сан Туренцо тут очень хорошие пляжи есть душ есть где поплыть ноги с прекрасным маленьким таким мелким песком так что просто можно провести вот эти вот пять часов на пляже просто жарясь купаясь отдыхая выбрав какую-нибудь уютную булочку например как вот эту и заказать спагетти либо пиццу кто как любит Рим город построенный на семи холмах с удивительной 2800 летней историей единственный в мире в котором внутри есть независимое государство музей макарон две тысячи фонтанов и конечно непревзойденный колизей как говорится все дороги ведут в Рим и моя дорога в конце концов все-таки перевела меня также сюда такое монументальное здание причем на жаре 34 градуса да наверное сейчас примерно столько же это ощущается прям действительно как Рим две тысячи лет назад еще секунда и скажет убей перст императора архитектура здесь конечно эпичная вот и Ватикан самое маленькое признанное государство в мире кстати у них есть собственная футбольная команда и даже есть теннисный порт представляете никогда не думал что сюда попаду обычно я думал про колизей, Бизанскую башню, но Ватикан это круто это было как садится я не знаю как садится я не знаю что я не знаю я не знаю я не знаю это Последние два дня в море были просто безграничным отрывом. Есть большое помещение для того, чтобы поиграть в футбол, ваннбол, баскетбол и всякий другой пол. Ну-ка, давай-давай. Давай-давай-давай-давай. Чуть-чуть. Не хватило. На борту также имеется аквапарк, где можно полазать по разным препятствиям, покататься вот в такой вот дурочке, покупаться в бассейне. Особенно смешно, что сделано все в стиле типа север, лед, айсберг, белые медведи. Через всю заднюю часть палбы проходит беговая дорожка. Правда, за все время я ни разу не видел, чтобы кто-то по ней бягил. Наверное, потому что так рано вставать, мне было тупо лень. Буфет, конечно, это та еще западня. Здесь вообще нет лимитов. Ешь, сколько влезет. Сегодня в ресторане Панорама подали рис и говядину. Ну и, как мыслить, и красная лимитовка. Та-дам! Что могу сказать, сервис в ресторане Панорама обалденный. Официанты просто. Красавчики. Так как в круизы заказывают очень много родителей с детьми, то я решил снять отдельный репортаж о том, как здесь можно развлечь детей именно для тех, которые хотят немного для себя свободного времени. И сейчас я как раз нахожусь напротив так называемого Baby Club, где находятся основные помещения для детей менее трех лет. Так как снимать детей мне все-таки нельзя, потому что на это требуется разрешение родителей, то персонал клуба любезно предоставил мне возможность поснимать внутри, пока здесь закрытых детей нет. Вот так выглядит игровая комната для самых маленьких. Мини-клуб Lego. Можно собирать хоть замки, хоть что угодно. Любые города. Я сам хотел здесь поиграть. Также есть помещение для такого вот мини-кино, где можно посмотреть мультики. С маленькими путешественниками занимаются специально обученные аниматоры, которые уделяют им максимум внимания. Ваши дети будут увлечены играми, развлечениями, будут под присмотром, но ни в коем случае не будут ощущать слишком пристального контроля за собой. Есть также игры для детей постарше, типа меня. О, минус один. А есть и совсем для взрослых и детей. Сейчас хотелось бы сказать пару слов о том, как я вообще решил путешествовать именно таким образом. Ведь, откровенно говоря, раньше я об этом не задумывался, круизы казались мне слишком дорогим удовольствием. Однако мои очень хорошие друзья, предприниматели из Питера, своим ярким примером убедили меня в обратном. Они рассказали про круизный клуб, в котором с помощью системы баллов, или так называемых круизных долларов, можно довольно быстро накопить деньги на круиз. Также найти такие круизы, которые обойдутся дешевле. Речь идет о клубе InCruises, ему на данный момент уже почти 6 лет, и им активно пользуются тысячи людей из многих стран. Даже в одном только этом круизе я встретил больше десятка человек из этого клуба. Взнос в клуб всего 100 долларов в месяц, конторы конвертируется в 200 круизных долларов. И уже через год можно ехать в шикарный круиз минимум на 5 дней. Например, на этот 8-дневный круиз я использовал 2500 долларов, причем это на двоих, которые накопил за полтора года, и у меня после еще осталось столько же. В подробностях про всю систему клуба я не буду рассказывать, там наберется еще на одно видео, но напоследок скажу про то, что особенно меня привлекло. Если стать партнером клуба, то появляется возможность приглашать туда друзей, и если 5 приглашенных друзей становятся активными членами или партнерами клуба, уже не нужно делать взнос 100 долларов. Клуб сам закидывает на счет 200 круизных. То есть, по сути, я могу путешествовать бесплатно. Не знаю, как другие, но я точно не мог пропустить такую возможность. Тем более, мои вышеназванные друзья уже не один год путешествуют бесплатно, платя только за транспорт до порта и обратно. Мало того, они еще и на этом зарабатывают. Я записался в клуб и на своем примере убедился, что все это работает. Так что, если интересны подробности, кликайте на ссылку в описании или пишите в комментариях. Постарался описать, насколько возможно подробно, но тем не менее, все-таки дней мало для того, чтобы описать все полностью. Поэтому смотрите, пользуйтесь, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Алекс Ветер. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok